Даже сейчас, когда зубоврачевание вышло на новый, абсолютно современный и инновационный уровень, все еще есть те, кто боится доктора в белом халате с бурмашиной в руках как огня. Прогресс в стоматологии шагнул далеко вперед, и люди вроде бы стали умнее, поскольку узнать информацию о правильном отношении к полости рта можно сейчас чуть ли не из любого утюга. Но, к сожалению, по мнению врачей, прийти к осознанности успели еще не все. К сожалению, я думаю, ситуация такая же, как и была. Мы пока что занимаемся все-таки лечением, а не профилактикой. А профилактика всегда дешевле, поэтому пациент только так же это должен предполагать. Если всем заниматься вовремя, то это все легко и просто. К нам редко приходят люди, чтобы это было в качестве профилактики, либо просто посмотреть на наличие кариозных полостей. Пациенты, как правило, приходят, если все уже достаточно плохо. Если зубы разрушены, большое обилие камней, кариозных полостей и так далее. Или вовсе без зубов. Откладывать поход к стоматологу можно круглый год, и зачастую это время может стать роковым. Давно известно, что болезнь легче предупредить, чем лечить. Правильная профилактика помогает не допустить развития огромного ряда болезней, таких как кариес, воспаление десен, но самое страшное, пожалуй, это утрата естественных зубов. А ведь просто прийти и проверить, все ли в порядке, не так сложно, тем более, как отмечают врачи, это самый бюджетный вариант. У нас профилактика на данный момент самая дешевая в стоматологической сфере, то есть дешевле несколько раз сходить в год на осмотр к стоматологу и на очистки какие-то профилактические, нежели запустить это все, приводя к кариусу, периодонтиту, пульпиту и тому подобное, что в конечном итоге может привести к полной потере зубов. Ну и со всеми вытекающими процессами, которые надо реабилитировать. Это в виде либо съемных протезов, либо каких-то мастовидных конструкций, при которых соседние зубки придется стачивать и ради одного условно удаленного зуба придется делать три коронки. Либо же на данный момент самое современное считается – это дентальная имплантация. Очень важно помнить, что ничего постоянного в жизни нет. И ровно так, как нужно ежегодно проходить техосмотр с личным автомобилем, нужно проводить техосмотр своего собственного тела и полости рта в частности. Это подтверждают и брещане, которые имеют свою и очень верную, по мнению врачей, точку зрения. Лично своего опыта я считаю, что нужно посещать стоматолога каждые полгода. Это не страшно, зато в дальнейшем это будет менее болезненно, нежели потом лечить. Лично я до определенного периода также очень боялся стоматолога, но когда хватает пульпит или перитонит какой-то, это очень даже болезненно. Конечно же, приходить нужно профилактически. Ведь заболевание, как мы знаем, всегда лучше предупредить, чем потом его лечить. И в слезах бежать к врачу-стоматологу. Я посещаю врача-стоматолога по крайней мере раз в полгода, для того, чтобы предотвратить все мои заболевания, которые есть, и не допустить дальнейшего ухудшения состояния, например, какого-то рыба. Стоит всегда помнить, что ухоженный, красивый вид человека – это не только одежда, украшения, прическа или макияж. Великая сила, улыбка – красивая и, главное, здоровая.